Примерно две трети приезжающих в Россию трудовых мигрантов не умеют говорить по-русски. Учитывая, что многие из них работают в сфере услуг и ЖКХ, эта проблема напрямую стала касаться не только их самих, но и россиян. Вопрос стал настолько остро, что его решением занялись на самом высоком уровне. Недавно в силу вступил указ, обязывающий отныне знать язык всех приезжающих сюда иностранных рабочих. Доброе утро. На Первом канале включение из Петербурга. Уже не так великомогучен в бывших советских республиках. Молодому поколению все меньше и меньше знаком язык Пушкина и Достоевского. Последний оплот его вот эти люди, преподаватели русского языка за рубежом. Сегодня лучших из них пригласили в Петербург для повышения квалификации. Ситуация не критична только в Казахстане, где живет почти 4 миллиона русских, и в Киргизии, где русский признан официальным. Русский язык знают практически все жители Киргизии. И преподается он на том уровне, которым он преподавался еще и в советское время. То есть существуют классы и школы с русским языком обучения, так же как в ВУЗе существуют группы с русским и с киргизским языком обучения на равных правах. Зато в дальнем зарубежье количество русскоговорящих увеличивается, не без гордости заявляют в МИДе России. Не упоминают только о том, что это происходит за счет миграции самих россиян. Хотя, как рассказала нам учитель русского языка в Испании, в ее стране русские любят и местные жители. Очень большой интерес к русскому языку и со стороны испанского населения. У меня, например, группа детей, которые, испанских детей, которые изучают русский язык. Малыши, 6-7 лет, им интересно, им нравится. И также взрослые к нам приходят с интересом. Испанцы очень любят русский язык. Если для испанцев это увлечение, то для приезжающих сюда жителей СНГ необходимость, а теперь и обязанность. Отныне получить разрешение на работу без знания русского невозможно. Это будет система тестовых центров, где каждый из приезжающих на работу, прежде чем он будет принят на работу, должен пройти тестовые испытания. Они не очень сложные. То есть для тех, кто изучал язык хотя бы в начальной школе за рубежом, он в состоянии пройти эти тесты на самую общую лексику прежде всего и грамматические правила. Вот так в комиксах и с помощью краткого разговорника газета для мигрантов «Тура» научит своих читателей русскому языку. Издание очень популярно. Тираж 15 тысяч разлетается за неделю. С ее страниц можно узнать о всех новостях ФМС и подводных камнях при устройстве на работу. Главный редактор Махмуд Маматмуминов у себя на родине в Киргизии не разговаривал на русском 15 лет. Помогло школьное образование. Вспомнил все слова и теперь помогает тем, кто первый раз сталкивается с трудностями перевода. В Санкт-Петербурге не было газет для именно трудовых мигрантов. Чтобы адаптировать их к жизни Российской Федерации, была создана эта газета на нескольких языках, чтобы трудовой мигрант, приехав сюда, узнал о каких-то событиях в городе Санкт-Петербург и получал оттуда полезные информации для себя. Еще одна большая проблема – это дети мигрантов. Сегодня российские школы полны учеников, не владеющих русским языком. Политики и работники образования бьют тревогу и пытаются создавать для них отдельные учебные заведения. Другие специалисты говорят, что как раз этого делать нельзя. Их нужно равномерно распределять по школам, а не изолировать. Сейчас очень много говорят о том, что в Москве, в Петербурге, в школах более 30% мигрантов. На самом деле это несколько эмоциональные впечатления, потому что исследования, проведенные по заказу МИСЭФ и Красного Креста, в высшей школе экономики, в Москве и Петербурге показывают 9-10% в среднем. И это норма не критическая для того, чтобы это существенно влияло на учебный процесс. Другое дело, что это средняя температура по больнице. Есть школа, где до 50% учащихся плохо знают или не знают русский язык, а есть школа, где таковых нет вообще. Инофоны. Так называют своих учеников волонтеры фонда «Дети Петербурга». Бесплатно они обучают малышей русскому языку. Утром учеба в институте, днем распространения листовок на стройках и торговых точках, вечером занятия. В моей группе именно те, кто уже разговаривают. То есть у них есть разговорная речь, они либо учились в школе, либо занимались в саду, либо просто они общаются со сверстниками здесь, с русскоговорящими. А те, кто не говорят, в младшей группе. То есть там практически они ни слова не знают по-русски. После таких курсов дети спокойно могут идти в школу, общаться со сверстниками и даже читать стихотворения. Мы дошкольниками были, мы ходили в детский сад, мы с глинем мастерили и лошадок и зайчат. Марат Арнис, Антон Голубев, Александр Высоких, Валентина Говорушкина, Первый канал, Петербург. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова